Вопрос Еще один у меня вопрос Тут в примере было все довольно как... легко не так запутанно, то что к тебе Бог пришел Он сам начал с тобой говорить даже ты еще верующим не был Он уже сам к тебе пришел. Что делать людям, к которым Бог не приходит? Начать просто это делать Потому что мы же свидетельство живое же, да? То есть, например, как был такой Соломон Он тысячу жертв приносил просто Богу Прежде чем Господь пришел к нему, начал с ним говорить Он тысячу лучших отборных овнов заколол для Господа И только не сразу же Господь, только после тысячи, это я не знаю, тысячи дней это сколько? Три года, наверное, это делал, да? И он говорит, мне приятно было, что ты для меня... То есть, он увидел отношения. Это же он самое лучшее отдавал Господу, да? Ребенок, представьте себе так взыскал Бога, как сегодня сказал пастор Алик, воззови ко мне То есть, Бог никогда не сказал если ты воззовешь ко мне, я тебе не отвечу Но надо, поймите, достойно надо прийти То есть, вот эти жертвы это и было той ценой тем отношением, что он настолько подорожил Богом, и Бог ответил же Он говорит, мне приятно было Проси у меня все, что ты хочешь Проси И Соломон говорит, дай мне мудрость И тут Господь еще больше обрадовался, что он не попросил там души врагов чтоб не попросил денег там, неограниченной власти Он говорит, за то, что ты попросил мудрость, я тебе даю все Ты богатый будешь ты мудрый будешь ты власти будет у тебя То есть, это пример того что даже если тебе Бог не проговорил по крайней мере, попробуй сделать вот эти шаги просто начни Богу приносить эти жертвы Какие жертвы? Пастись Пост это самая наивысшая жертва Потому что пост это медленная смерть Это когда человек умирает буквально ради Христа Знаете, прожить можно без извините меня, без чего-то, но когда ты не кушаешь ты умираешь на самом деле Знаете, вот мы недавно пост перед Юн Кипуром держали Голова болит Мне жена жалуется, говорит, что-то голова болит Правильно, потому что организм перестраивается Кушать-то плоть хочет А мы ей не даем кушать Мы ее духом питаем А кушать не даем Плоть-то умирает А дух за то животворит Вы знаете, к концу дня Я такое почувствовал уже, знаете Духа больше почувствовал Вот такое состояние, знаете, очень ценное Во время поста надо полюбить поститься Многие боятся поститься А нам надо полюбить, наоборот, поститься Многие любят покушать вкусно А надо не покушать вкусно А надо покушать Бога, хорошо То есть, вот это прививать надо Почему написано? У нас должны быть те же чувствования Что у Иисуса Христа Смотрите Иисус не кушает К нему обращается, говорят Кто ему еды принес? Он говорит, вы не знаете У меня есть пища Которую вы не знаете Пища моя Есть творить волю пославшего меня Поэтому он был часто в постах Молитве, ночных этих молитвах Да, вот как апостол Павел То, что об этом говорил Поэтому у него все время была движуха Жизнь в Боге, жизнь Вот это и есть процесс Постоянное обновление в нас Чтобы не 20 лет назад Встретился и забыл его А каждый день Ваши отношения обновлялись И вот об этом говорит Павел тоже Он говорит, я каждый день Распинаю плоть свою Со страстями и с похотями своими То есть, уча других Чтобы не остаться недостойным Он говорит, я Что он тренирует себя тоже Постоянно И это работает Я не знаю, как у кого Но это работает Ну, знаете Нельзя злоупотреблять этим Я не Знаете, пост не должен ради поста Не надо хвастаться постами Дорогие мои Мне Я очень грустно Переживаю многие свидетельства Когда Очень многие хвастаются сегодня Как они Круто постятся Круто там Молятся Фарисеи тоже долго молились Круто постились Это религиозность тоже Я никогда не думал Что пророки могут религиозные Но я встретил столько пророков Религиозных Я просто был в ужасе Я понял, почему Илья не выбрал из пророков тех Он выбрал другого человека Совсем не пророка Знаете об этом? Были сыны пророков А он вообще другого выбрал Потому что пророки могут быть Очень религиозными Вы не верите в пророков религиозных? Я не знаю Очень много Из пророков религиозных Это страшно Когда люди наделены Такими Удивительными дарами Учить людей общаться с Богом Учат не Богу Не с Богом встречаться А учат религии И это те Которые говорят имени Бога Они не просто говорят Я верю Они говорят так говорит Господь Ты должен И начинается Ты должен 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 Я говорю Вон твоим Иисусом С пути моего И раз свобода приходит В пророкове тоже иногда Встречаются разные И фиолетовые И красные бывают И жидкие И газообразные Ну я не знаю Я ответил вам Вы начнете это делать Приносите жертву Вы почувствуете как Бог Он к вам ближе Потому что Бог любит Кающихся грешников И когда вы смиряете Плоть написано В Слове Божьем написано Когда человек Клонит свою голову Если он смиряется Бог живет со смиренным И сокрушенным сердцем Бог обязательно отвечает Вот такой Характер его такой